Всем привет, с вами Хьюг, и я начинаю проходить модификацию на Stalker Тень Чернобыля под названием Lost World Origin, шестой версии. Это, как я почитал еще пока что, можно сказать, бета-версия, тут еще есть некоторые баги и недочеты, но все же давайте начнем новую игру. Тут даже нет новичка, сразу Stalker. Итак, мы появляемся в машине, мы приехали в зону, и оказываемся на локации Кордон. Я слышал, что в этом моде все локации практически конкретно изменены, но вот по Кордону сразу видно, что он хорошо изменен. Давайте сразу посмотрим, какие здесь есть еще локации. Болота, Негропром, Янтарь, и кстати, как-то здесь все очень... не очень красиво сделано. Вот Кордон здесь и Кордон здесь, ничего не понятно. Но этот Кордон, по идее, не настоящий Кордон, здесь ничего не понятно. Свалка и здесь свалка, странно. Здесь тоже странновато все выглядит. Чернобыль-2, то есть реманс, прижилец, военный. Переделанные армейские склады. Затон, радар. Вообще непонятно, что здесь такое. Переход в Х-8. Генераторы. Стран. Так, Припять. Вообще переделанные полностью. Как я слышал, тут соединили Припять из зооприпяти. Из Тень Чернобыля, по-моему. ЧАС с окрестности Юпитера. Почему-то окрестности Юпитера здесь. Зато он здесь странный. Ну, ладно. Так. Давайте поедем вперед. Мы играем за военного пока что. Вот, военный. Заводим двигатель и отправляемся в зону. Как я слышал, сейчас 2007 год. И, по идее, мы играем за стрелка. Этот мод нам расскажет о том, как стрелок попал в зону, как он учился, как он стал великим сталкером. Что ж, начинаем мы за военным. Главное, вылезти аккуратно, а то можно сдохнуть. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тупите, пожалуйста, не... Так. Ну что ж. Вот военная, да. Зайкин тут есть. И с ним можно поговорить. Здорово. Спасибо, что согласился помочь. Куда теперь? Вставай, иду и в казармы, а я сообщу о тебе начальству здешнему. Тут у ребят своих проблем хватает. Никто в подробности вдаваться не будет. Смотри, не подставь меня. Я с тобой погонами рискую только по старой дружбе. Ох, не нравится мне твоя затея. Ну да ладно, дело твое. Я свое обещание выполню. Какая затея, пока непонятно. Фонарик, кстати, когда мы его включаем, звук производит. Так, ну вот, по идее, командир. Майор Халецкий. Здравия желаю, товарищ майор. Ну, пошли, стрелять ты умеешь хоть? Вот твоя утварь. Одевайся, распихивай по карманам и подвигаемся. Языком не болтай, смотри. Так точно, прибыл для несения гарнизонной службы. Отлично. Тут как раз для тебя поручение, как нельзя кстати. Ботанички к нам заезжали, все разнюхивали, да выспрашивали. Сегодня около шести утра вся их группа со стаи четырех человек отправилась на болото недалеко отсюда, мол, замер сделать. С ними была пара моих людей, и до сих пор от всех этих яйцеголовых ни слуху, ни духу. Никто на связь не выходил уже несколько часов. Их нужно отыскать, заодно и освоишься. Отправитесь вместе с Гайкиным на это странное болото. Разведаете, что там, сразу выйдете на связь. Обнаружите этих гавриков живыми. За уши на блокпост вернете. Понятно. Поговорить с Гайкиным. Так, а ты кто такой? Рядовой Новиков. Начальник говорит, надо с тобой вдвоем смотаться на болото недалеко отсюда. Там вроде группа ботаников пропала, и пару солдат. До сих пор от них никаких вестей. Так, ну что ж, пойдем на болото. Машину можно оставить здесь, она здесь не проедет, наверное. Так, и вот такой вот переделанный кордон. Так, вот Гайкин. Знамя идет, мы его ведем. А не как обычно. Что он куда-то идет, мы за ним бежим. Так, я советую сейчас уклониться вот сюда, вот подальше от деревни новичков. Потому что Гайкин военный. И он будет воевать со сталкером. Так что, чтобы он там никого не убил, пока что войдем чуть в сторону. Так, для чего это, я потом расскажу. Да, тут разработчики хорошо поработали, все так сделали, даже не узнать. Кстати, вот дождь идет. И я на форуме читал, что в этом моде дождь идет очень-очень часто. Да, и даже на сайте модификации нет ни одного скриншота, где есть солнце. Так, нам, кстати, дали пистолет. Расчищаем патроны. Так, ну, что-то такое. Что-то такое. Ну, е-мое, я нажимаю на кнопку, ни крина не происходит. Что-то такое. Так, в общем, такая проблема тоже есть. Я читал, что бывает, что оружие не берется. Просто перезагружайтесь, и все отлично. Не знаю, почему тут рабочие не доделали до конца, но, как я уже говорил, это, можно сказать, бета-версия. Так. Ну что ж, к нам сейчас будут бежать плоти кабаны. И они между собой воюют. Или паркуют. Ой-ой-ой-ой-ой, не по мне же! Езжай! Опять глюк. А нет, это не глюк, это я просто забрал. Разберите патроны на поясе, и в этом они перезаряжаются. Я уже думал, что еще один глюк. Так. Аптечка у нас есть, но пока используйте. Кстати, как можете заметить, тут нет мини-карты. Это как-то немножко напрягает. Еще очень сильная дача. Просто жестоко дергается в сеттел. Так, ну что гайки? Пошли. Собачка. Так, ну мы приближаемся к мосту. И лучше всего заходить с этой стороны. Потому что... Так, зомби надо убить сначала. Так, побыстрее, чтобы... Все. Задание провалено. Наш товарищ гайкин умер в аномалии. Не пугайтесь, так и должно быть. Тут, кстати, артефакт спавнится. И сейчас, после этого, как бы думается, а что делать дальше? Как бы... Задание провалено, и сколько вы здесь не будете бегать? Никаких ученых и что-то типа этого вы не найдете. Но если посмотреть ПДА, то у нас появилось задание добраться до лагеря сталкеров. Которые расположены недалеко от блокпоста. Понятно. Ну вот, как бы... Догадаться... Можно и догадаться, а можно и нет. Но то, что разработчики это сделали, это огромный плюс. Потому что обычно в модификации думаешь, когда задание провалено, вот, блин, сейчас надо будет перезагружаться, и опять пробовать искать, и искать. И так... Можно тратить кучу времени. А в этом моде... Все наоборот. Задание провалено, это значит... Все правильно. Так, я не понимаю, нечего у меня. Не снижается. Давайте попробуем аптечку использовать. Или... Так. Золтуриф, может она поможет, но я... Не знаю, какие у нее свойства. Сейчас еще радиация. Нет, похоже, мне от нее будет. Ладно, аптечка. Так, экран застрял. А нет, уже нормально. Ну, кровотечения уже нету, но здоровье, похоже, не устанавливается. А нет, устанавливается, но очень медленно. Ну что ж. Отлично. Сейчас нам нужно искать Ситровича. Здесь только пустов. Просто ужас. Не знаю, почему. Ну и как, почему. Это же зона, емори. И среди этих кустов этого Ситровича пока найдешь. Ну, как вы помните, надо просто исходить из того, что как в оригинале, на оригинальном кордоне Ситрович был в конце деревни новичков, так и здесь он должен быть где-то здесь. Ну вот. Так, свету здесь прикольно падает. Очень хорошо сделали. А что такое вот 0,39? Я не понимаю. 0,40. Я надеюсь, что это не радиация. Вернулся? Да. Так, может эту рыбку продать? Или он даже ее не берет? Что ты? Я не знаю. А мы, мы можем. Странно, почему он тогда рыбку эту не бить не хочет. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Так, кстати, я уже повернулся, чтобы искать... Так, может выкинем эту рыбку? Что нахрен? Что-то мне она не нравится. Что такое 0,49? Если будут увеличиваться, то я ее... Ее... Возьму, если нет. Ну, в общем, ладно. Так. Работу подкинешь для новенького. Ух ты. О, еще одному на большой земле не живется. Какими судьбами? Судьбами. Хотя мне без разницы. Только если выжить тут хочешь, то придется первое время на меня поработать и переодеться немного. Без ствола и костюма с противогазом тут и шагу не ступишь. Фонит в некоторых местах до сих пор, как в реакторе. Даже здесь, в песочнице, наши еще есть зараженные участки. Зови меня Сидоровичем. Я тут заправляю всеми делами всякий, кто в зону приходит сперва у меня, оказывается. Уж чего-чего, работенка у меня всегда найдется. В зоне расслабляться ни на минуту нельзя. Сожрет и не подавится. Так, че-то я совсем разболтался. Не по делу. В общем так, есть здесь завод неподалеку, примерно в километре. Там бандюки обосновались недавно. И по слухам, ночную звезду притащили дорогой с агропрома. Хотят ее воякам сплавить, да только мозгов у них не хватает, чтобы такое провернуть. Я считаю. Это очень редкая штука и красиво, ярко светится, особенно в темноте. Отливает золотистым светом. А чтоб товар даром не пропадал, надо это сокровище у них конфиксировать. Пока они его не погрили. У меня есть кое-какие планы на этот артефакт. Охрана там, сам понимаешь какая. Уши развесит, а ворон считают. Так что особых проблем у тебя с ним возникнуть не должно. Скорее всего хранят они его где-нибудь на чердаке, чтобы у ребят раньше времени яйца от радиации не отвалились. Так, а может против факт? Что расскажешь сначала, то принесу эти. Сучишь мне его за десяток, а сам за периметром за двадцать загонишь. Не доверяешь слову моему, значит? Ну так и нечего тогда тут части искать. Нет. Так дело не пойдет. Я лучше кого-нибудь пошустрее найду. Так, ладно, схожу. Ну вот отлично. Вот тебе на дорожку медикаментов, чтобы не изогнуться. Очень зря. Координаты завода я тебе скинул. Удачи. Да, сорок рублей. Макаров, тридцать два патрона. Нафига ты тут? Ну что ж, будем надеяться на удачу. Кстати, когда я выкинул золотую рыбку, 0,49 не изменилось. Скорее всего это у вас радиация. Но пускай здесь лежит вообще. Сидрюч ее не хочет брать. Может, для нее нужен специальный контейнер. Так, емае, столько пустов. Может, здесь еще можно полазить, поискать. Какие-нибудь... Штуковины, не знаю. Тайнички какие-нибудь. Ну ладно. Пойдем. Завод. Завод у нас находится вот здесь вот. Ну что ж, сейчас посмотрим, удастся ли мне это все провернуть. Кстати, он сказал, что дал мне медикаментов, но ничего он мне не дал. Ну ладно. Странно как-то. Еще я слышал... Еще не читал на форуме, что... Сидорович не дает никакую награду за выполнение задания. И там один из работчиков сказал, что, типа, эту проблему скоро исправим. Так что, возможно, мне сейчас он не дал ничего. О, ну... Я уже поставил один патч. Я скинул... Модификацию, там... Вы найдете этот патч. Но я думаю, к тому времени, пока... Я еще смонтирую видео и все сделаю. Ох ты, они что там, у него любые? Валят. Выйдет еще несколько патчек. Так, аронарик выключен. Так, ну что ж, даже... Так. Что же, валет я? Так, один готов, отлично. Ой-ой-ой-ой. Они там все тоже с пистолетиками бегают. Бьем, 054 уже. Это, похоже, радиация. Твою мать! А у меня только вопрос, где наша бутылка водки, потому что она у нас была. Я точно помню. Так, ну что ж, пробуем еще, но... Где наша бутылка водки, я так и не понял. Может, выкинем, наверное, вот этот вот... Глаз в плоти, потому что... Когда я поднял часть тел мутантов, то у меня радиация прибавилась. Так, и надо поскорее их тут перебить, пока я еще жив. И надеюсь, у них будет что-нибудь от радиации. Так, ну это здание с миротворческого корпуса. То есть, спритбанника. А его впихнули сюда. Здесь еще в фотографии документы. Ой, точнее... Ух ты, вот звезда такие. Инструменты лежали вот здесь вот. Так, а вот и наша звезда. Ой, какая звезда? А да, ночная звезда. Ё-моё, я что-то уже задумываюсь. Как-то странно. Так, ну что ж, отлично, что я ее нашел так быстро, но... Теперь нам только нужно... Сохраниться. И кого-нибудь завалить, чтобы раздыпать медикаментов. Потому что Сидрич нам ничего не дал. Так, тут 4 человека еще осталось. Может, конечно... Ух ты. О-о-о! Вот это я хорошо зашел. Так, 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 так. Он сейчас гранату по идее кинуть. Так, убегаем нахрен, нахрен, убегаем. Все, все, я спасся. 061. Адиация, похоже, потихоньку идет. Сейчас мы используем течку, только надо подальше от них побежать. Все, здесь я надеюсь, они нас не достанут. Так, мне кажется, или там была бутылка водки, только почему она у меня не отобразилась. Очень странно. Ну, патроны я взял, но там, по-моему, уже была бутылка водки. Е-мое, ну... Что с этим бутылкой водки, я не понимаю. Так, 067. Где же нам взять антиратор или что-нибудь наподобие его? О, ладно, сейчас сбегаем к Сидрючу, посмотрим, что он нам скажет. Так, что это? Камешек тут. А, скорее всего, нам еще радиация добавляется из этого гребаного артефакта. Надо побыстрее его сдать, и тогда будет полегче. Так. Есть что-то? Принес эти артефакты. Дай-ка сюда, да это ночная звезда, вот тебе за труды, а это небольшая надбавка сверху за помощь с бандитами. Парни из деревушки давно уже на них облаву готовили. Да, все, не решались, не хмарай, заходи еще, коли время будет встречи. Так, ну и что? Я бы ничего. 3040, ну... Ну-ну-ну-ну-ну, водка, водка, водка. Антират. Братан, ты не врубаешься? Просто хранимся. Просто хочу узнать, появится ли у нас это в инвентаре. Неплохо. Молодец. Появилось. Я доволен. 2171 у нас осталось. О, падает, отлично. Правда, здоровье тоже. Отлично. Антират работает. Эм... Так, ну я даже не знаю. Еще поручения будут? Я смотрю, ты, парень, не промаха, осваиваешься потихоньку. Короче, поговаривают сталкеры... Поговаривают? Сталкеры в огрешенностях не агропром, что-то интересное откопали. То ли артефакты редкие, то ли документы ценные. Черт там знает. Смотайся в те края, разведай, что там есть интересного. Найдешь что-нибудь заслуживающее внимания, тащи ко мне. С наградой по обстоятельствам решим. Ладно, сходим, поищем этот твой агропром. Ты только подсоби что-нибудь медицинной там или патронами, а то я совсем пустой, да и денег нет. Так, снаряга на заказ. Так, это пока не будем. Работанной. Черт факт медуза, притащить хвост псевдособаки. Хвост псевдособаки я могу притащить, но у меня пока что его нет. Так, эту водку убрать нельзя, к сожалению. Кстати, уже 0,59 радиация. Так что все отлично. Ну что ж, я даже не знаю, сейчас надо отправляться... На агропром. А что туда попасть? Сначала перейти на свалку или на болото. А с болото на агропром. Или сначала на свалку, а потом... На агропром. Да, как-то здесь странненько. Так, не желаю, что ставишь мне компанию. Не парнишек. Может здесь у кого-то еще здание есть? Ммм... Ух ты. Прикольно. Я даже не знаю, наверное, я на этом первую часть закончу, потому что сейчас надо идти на агропром, а как-то туда идти не очень. Я, наверное, сейчас без записи схожу, перевалю бандитов этих. Может у них там что-нибудь есть интересненькое. И потом уже буду снимать вторую часть. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok